Дневник, Болгария, что такое культура и есть ли для нее почва в Болгарии. Ива Элладичев, Дневник, Болгария. 15 февраля 2020 года. Неудавшаяся выставка в Лувре показала, что мы вернулись в те времена, когда культура была оружием для навязывания нашего тезиса врагам. Сравнение исламских и христианских артефактов немыслимо, хотя в Османской империи они веками сожительствовали. Они заявили об этом заранее, даже не услышав, что именно хотела сказать им куратор французского музея. Почему исламское искусство, почему именно этот период, неужели в Лувре нет отдела Византии? До пакета Макрон разве что не добрались. И что же произошло? Культурные влияния, в принципе, являются вражеской диверсией, по другим поводам нападают на Хэллоуин и йогов, сейчас же, на пустую империю, которая является основополагающей национального комплекса. Наш тезис не изменен. Мы коренные жители, появившиеся здесь еще в древнейшие времена, не объявляли себя разве что потомками неандертальцев, потому что хомо-сапиенсы, выходцы из Африки, так ведь? А мы все таки немного расисты. Я понимаю, что православная церковь не желает, чтобы ее частные чудодейственные реликвии выставлялись в галереи, но почему же тогда их не оставили на поругание в каком-нибудь склепе? В последние десятилетия мы часто слышали о клане, возжелавшем-то темы ритуальные маски, выставленные в мировых музеях, и причина скорее в том, что их скорее компрометируют, а не используют для магических ритуалов. И даже если министерство решит противостоять нелепому давлению популистов, и найдет, какие иконы отправить в музей, беда в том, что даже смелый господин Банов испугается. Альтернативные варианты, которые были предложены Лувру, просто смешны, подъем второго болгарского царства или даже старейшее золото в Европе. Для национальной пропаганды Лувр точно не подходящее место, поэтому я сомневаюсь, что они посвятят выставку чему-то там подъему. Само по себе старейшее золото не кажется мне достаточно большим поводом для выставки мирового масштаба. Вероятно, оно может быть объединено с какими-нибудь другими культурами медного века, это да, но опять же мы попадаем в ловушку проклятых влияний, против которых наши атаманы машут ятаганами. Также напомню, что конфликт был и вокруг предыдущей болгарской экспозиции в Лувре, посвященной эпохе фракийских царей, но тогда наша сторона его как-то замяла. С болгарской стороны выставка должны была воспеть фракийских предков как гениев самородков, самых древних и самых великих. Однако французы предложили совсем другую концепцию. Фракийские земли были представлены как перекресток культурных влияний, от Эллады до Персии и от Рима до Скифии. Тогда в правительстве не было националистов. Может, поэтому выставка все-таки состоялась, и хорошо, что состоялась. Но в этот раз мы жестоко накажем этот лувр, мы не будем делать выставки, нас не будет на карте мира. Дело не в конкретном провалившемся проекте, а в том, как мы понимаем культуру. В Европе она уже, по крайней мере, два века отделена от религии. Когда-то священные реликвии выставляются как предметы всеобщего человеческого наследия, повод для эстетического наслаждения и образования. Националистическое использование культуры было сильно скомпрометировано во время Первой мировой войны, а затем, конечно, нацизмом и всякого рода фашизмом. Сегодня центром кураторской деятельности являются культурные трансляции, выстраивание параллелей. Предмет искусства либо становится частью и обогащает коллекцию, либо отбрасывается за ненадобностью. Эта тенденция была описана Джеймсом Клиффордом непереводимой игрой слов «From Road Strautis» – «От корней к дорогам». Смысл культурной политики в современном мире состоит не в том, чтобы прославлять наших, а в том, чтобы понимать человека. Мы, однако, кидаемся из крайности в крайность. Здесь стоит напомнить эллинскую этимологию слова «идиот» – тот, кто интересуется только собой, и кто безразличен к миру. Комментарии, фие, лучше бы тема была древнейшие культурные ценности эпохи советской оккупации. Священный Синод бы тогда запрыгал от ратости у меня. Где-то лежал экземпляр книги «Советское искусство XVII века». Серьезно. Ас, такие анализы все чаще попадаются мне на глаза. Вместо того, чтобы гордиться тем, как в течение пяти веков их коллеги, или как там их раньше называли, помогли сохранить традиционный болгарский быт, культуру и до некоторой степени религию, вместо того, чтобы показать всеми миру, что даже порабощенные мы, болгары, остаемся болгарами, они пошли учить уму-разуму, как делать выставки. И теперь никто не будет проходить мимо и интересоваться, почему в исламском государстве существовало христианство. Никто не оценит по достоинству нашу способность выживать как народ. Теперь про нас будут помнить, что мы неинтересны. Ли 32616303, в конце концов, мы что-нибудь выигрываем от этой выставки, или мы бесплатно даем материал Лувру, просто чтобы они план выполняли? Я читал что-то подобное, нам это невыгодно. Бессмысленная деятельность, предварительная и прямо заказанная франшизами. Если они хотят проводить параллели по своему усмотрению, пусть платит. ГМБХ, господин Дичев, изобразительное искусство явно не ваш конек, высливайте культуру воедино. В течение трех веков, 16-18, таковы были предложенные временные рамки для выставки. На территории Болгарии не было целых направлений и жанров изобразительного искусства, характерных для остальной части Европы. Их не было. Их не было из-за того, что вы назвали слиянием культур, и это было связано с политикой завоевания и ассимиляции. К сожалению, такова наша историческая судьба. Кому-то может быть и нежен. Ничто не мешает вам взглянуть на культуру Древнего Египта и на то, что из нее взяли мамлюки, несмотря на хронологические расхождения. Повторюсь еще раз, в 16-18 веках в изобразительном, и не только, искусственной территории Болгарии не было целых направлений и жанров, и все благодаря нанесенным ей увечьем. Ива, на этот раз я не согласен с мнением господина Дичева. На мой взгляд, правильно, что эта болгарская выставка в Лувре была отменена нашим министерством культуры, не по каким-то третьим причинам, а потому, что нашей стране нечем похвастаться в области культуры и истории в период 16-18 веков. Это был мрачный период в истории Болгарии. Де ущерб, почему две или более культуры не могут развиваться одновременно и по соседству без особого взаимного влияния. Множество таких примеров можно привести по всему миру, но не из позднего Средневековья, а из древности, таких как, Осиро-Вавилонская культура и Шумерская культура, Апаса-Гильгамеша, все в одних и тех же регионах. Некоторые египетские цивилизации, очень похожие, но параллельные, почти все древнегреческие города, государства. Но есть определенные различия, например, троянская культура. То же самое относится и к критомикенской культуре, которую некоторые называют минойской. Таким образом, нельзя сказать, что совместное развитие и существование христианства и ислама 16-18 веков невозможно. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.